МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также повышение престижа к воинской службе. И об этом мы поговорим сегодня с председателем общественной организации «Блокпост Севастополь» Сетниковым Андреем Викторовичем. Андрей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Я приветствую вас в нашей студии. И первый же вопрос. Как же подготовить наших подростков к армии? Ну, к армии их надо готовить чем раньше, тем лучше. Со скольки лет сразу? Вот прям со скольки лет? У меня просто сын растет. Мне очень интересно. Рассказывать ему можно уже с самых ранних лет. Так или иначе, детям дарят игрушечные пистолеты, автоматы. Они играют, и это уже в некотором роде начинается подготовка мальчиков именно к армии. Конечно, мальчики должны быть защитниками, защитниками отечества. Эта подготовка должна продолжаться и в школе, и после школы, конечно. Но потом, собственно говоря, сама служба. Кто-то пойдет на срочную службу, кто-то поступит в высшее военное училище и будет офицером. Конечно, все это воины и защитники нашего города и Родины. Какие войска сейчас считаются более приоритетными для нашего молодого поколения? Ну, знаете, наверное, этот вопрос лучше адресовать молодому поколению. Куда Родина прикажет, там и надо служить. Сказали там, значит, готовиться, конечно, можно, стараться попасть, можно. Раньше, в советское время, допустим, было десантники очень престижно пойти и служить. То есть эти десантники, они, знаете, тоже в августе празднуют. Да, знаем, очень громко празднуются гадис-десантники. Одни из самых подготовленных родов войск. А так все почетные воинские специальности, все важные, конечно. Расскажите, пожалуйста, Ваша организация, какие мероприятия уже провела, какое будущее? Знаете, ну, если брать вот за последние несколько месяцев, начиная с мая, то, конечно, День Победы, в котором участвовала практически вся наша организация, все блокпостовцы, это участники «Русской весны», которые стояли на блокпостах. Они участвовали и в подготовке памятников наших, и в подготовке охране их, и в благоустройстве. Охрана проводилась у нас вот таких вот самых важных объектов, памятников накануне. Это мемориальное кладбище на Микензиевых горах, это памятник солдату и матросов, героическим защитникам Севастополя 1941-1942 года. То есть в течение недели блокпостовцы там дежурили, денно и ношно, и, как говорится, справились с этой задачей. И захоронения были на мемориальном кладбище, тоже наша организация участвовала. Соответственно, перед захоронением обеспечивала там и охрану, и порядок. — А у вас, я слышала, что и озорницы проходят, в том числе было, да, мероприятие, которое для школьников? — Ну да, мы называем военно-спортивные игры. Вот для школьников, если это в школе проходит, то, конечно, называем зорницей. Для молодёжи уже это военно-спортивные игры. Конечно, вот трёхлетний юбилей мы отмечали... — С размахом. — Да, отметили боевым... Отметили гранатометанием, отметили стрельбой, и отметили плаванием, ориентированием, в общем, всё то, что возможно и полезно для нашей молодёжи. — Но если не уходить от темы школьников, всё-таки как они могут принять участие? То есть расскажите алгоритм, как попасть на ваши мероприятия. — Ну, вообще у нас в нашей организации, вот там, это 7 блокпостов было, и с 7 блокпостов организовали все те люди и командиры, которые на них несли дежурство во время русской весны. А затем так сложилось, но у них есть дети, как бы, и решили организовать молодёжную организацию, сокращённо так, МОПС. Молодёжная организация блокпостов Востополя. И, соответственно, из этой молодёжи, как костяка, уже начали потихонечку привлекаться и дети в районах, и потихоньку стали подтягиваться, ну, тянутся дети к хорошему мнению. — А скажите, пожалуйста, есть же армия России, открывает магазины, и много всякой интересной продукции можно купить. Это помогает вообще вашей деятельности? Или вот как вообще взаимодействие с продукцией и непосредственно на практике? — Ну, вы знаете, да, конечно, у нас в нашем блокпостове есть форма, есть тех блокпостов, которые участвуют в страйкбольных различных командах, есть, ну, в общем, используйте всему более к этому слову. — Хорошо, я поняла. Скажите, какие планы на будущее организации, может быть, какие-то мероприятия ближайшие вы сможете сейчас их озвучить для наших молодых? — Ну, кроме вот обычных мероприятий, конечно, мы неравнодушны к жизни города, то есть мы как бы по мере сил участвовали во внесении предложений в генеральный план и старались как-то, чтобы и стратегия там при нашем участии принималась. То есть по мере сил, ну, вносили дополнения какие-то положительные именно для того, чтобы изменить жизнь севастопольцев к лучшему. Ну, кроме этого, конечно, у нас есть экологические различные направления, то есть, к сожалению, тоже надо защищать и нашу охрану окружающей среды. Ну, начиная от таких глобальных всероссийских акций, наша организация каждый год участвует. Вот «Вода России» акция 26 августа совместно с Севприроднадзором. Это очистка русел рек, водоемов. А как это происходит? Это прям выходит группа людей, активистов? Да, группа, ну, там, как в армии взвод, там, род. А как вам собирается это вести? В основном под эгидой Севприроднадзора. Это как бы они основные организаторы, ну, а мы уже не первый год просто им помогаем. Ну, и надеюсь, что успешно. То есть, постоянно в разных местах, да, то есть, там, Черная речка, то Хмельницкая, вот в этом году будет в Передовом, 26 августа, в субботу. Ну, всех желающих, конечно, приглашаем. Бог поступится в первую очередь. Скажите, вот все-таки вы работаете с молодым поколением. Патриотизм — это очень трогательная, я бы сказала, тема. Как вы думаете, кумир молодежи сейчас кто? Кумиру? Нужен ли современному молодежи кумир? Надо начать с этого. Ну, на мой взгляд, наверное, не нужен кумир. И нужно поступать по совести, и все будет тогда хорошо. Ну, тогда я хотела бы, чтобы вы что-то пожелали нашему молодому поколению. И, может быть, наставнические какие-то слова сказали. Знаете, ну, конечно, очень важно быть всегда вместе, быть всегда за нашу родину, за наше место, за наш город, за место проживания. Чтобы быть сильными, чтобы быть созидательными. То есть очень важно, чтобы молодежь, конечно, несла созидательное начало и участвовала в всех мероприятиях, которые полезны. И патриотические мероприятия, вот наши военно-спортивные игры. Очень важно, чтобы молодежь не замыкалась в себе с какими-то гаджетами, мобильными побрякушками и прочими вещами. Но сейчас это, да, очень актуально, потому что практически 80, наверное, процентов сидят все в гаджетах. Да, к сожалению, уже... Физическая подготовка вообще сейчас молодого поколения, она какая? То есть дети приходят, они справляются с этими нормативами? Знаете, ну, в Севастополе, как и во многих других городах Крыма, была действительно очень серьезная проблема. Именно после перехода в Россию, это выполнение норм ГТО. Но, к сожалению, молодежь с той физической подготовкой оказалась не готова. То есть молодежь искусственно выводили в группы при Украине. Это группы специальные, подготовительные. То есть это как на скамейке запасных, они на уроке физкультуры сидели и могли кинуть мяч, вместо того, чтобы пробежать кросс, там, 3-5 километров или подтянуться. И поэтому сейчас-то необходимо все наверстывать. У нас вот в нашей организации там есть и рукопашным боем занимаются, и различными другими видами спорта. Потому что, ну, нельзя сейчас без этого. Необходимо быть сильным. А если сидеть постоянно в мобильных каких-то устройствах, приложениях, то уже для этого придумывают различные виды войн, которые именно будут через эти устройства ввестись. И быть зависимыми от них — это очень опасно на сегодняшний момент. — Скажите, а в Севастополе достаточно вообще секций для развития физической подготовки? — Ну, секций много не бывает. То есть секции нужно открывать. При Советском Союзе мы помним, какое количество было кружков и секций. К сожалению, вот в сельской зоне Севастополя эта работа была за времена Украины сведена на нет. То есть полностью уничтожена, можно так сказать. Сейчас, пока мы можем наблюдать положительные тенденции в открытии спортивных площадок, очень хотелось бы, вот сейчас обращаюсь, чтобы эти спортивные площадки при школах все-таки были открыты, и там были тренера не только в школьное и в урочное время, но и во внеурочное, внешкольное. Потому что в селе это очень проблематично, чтобы дети пришли после школы, могли потренироваться, тренер был, соответственно, оплачиваемый, и могли позаниматься. Чтобы площадки не стояли закрытыми. Ну и, соответственно, надо открывать больше секций тренерских. Если Кача, Андреевка, Инкерман, охваченные 8-я школа, спортивная школа, Юрия Бродецкая, то, конечно, Бельбекскую долину надо сейчас открывать, там, Верхнесадовский муниципальный округ, Терновский тоже надо открывать секции именно спортивные, для того, чтобы детей готовить. То есть их очень недостаточно. Ну и, соответственно, оттуда и вытекает все. Будет больше секций, будет больше физически подготовленных молодых людей. Ну и плюс к этому мы сбережем молодежь от пагубного влияния, как говорили в советское время, тлетворного. Скажите, если вы хотите что-то еще добавить по теме, давайте мы добавим с вами, потом я подпишусь. Ну, вы знаете, экологические вопросы, конечно, хотели бы обсудить, но у меня безразличная экология, охрана окружающей среды. Вот, в частности, Бельбекская долина, это наши реки, водоемы. При Украине там было интенсивно заложено многолетние сады, сельскохозяйство. И, конечно, надо сейчас пересматривать этот вопрос. Невозможно именно в долине вести сельскохозяйство, потому что российские законы не позволяют этого. То есть это прибрежная зона, где нельзя даже трактором заехать и вспахать землю. Ну, по российским законам запрещено, ничего, что-то не сделано. Водоохранная зона, где категорически запрещено применение адахимикатов. Соответственно, эти деревья, они по умолчанию там не смогут. То есть это очень важные вопросы. Кроме того, наша организация сейчас вышла с инициативой организовать еще один заповедник в Севастополе. Это особо охраняемая природная территория, где очень много краснокнижных животных, где много краснокнижных растений. И где, к сожалению, длительное время было очень сильное антропогенное воздействие. Это что за заповедник? Это заповедник Бельбекской долине. Так, все, поняла? Да, с части наше предложение рассматриваются все в природнодзоре. Полностью подготовлены и список краснокнижных животных, которых надо защищать, и растения, те, которые есть. И, конечно, Севастополь может получить еще одно прекрасное место, где смогут отдыхать, конечно, все севастопольцы. Сохранится природа в том виде первозданном. Ну, планы у вас грандиозные. Я надеюсь, что у вас все получится. Я благодарю вас, Андрей Викторович, за то, что вы пришли к нам. И сегодня мы поговорили о патриотизме. Будьте патриотами нашей страны. С вами была Ксения Вишневская. И время X. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин